МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То есть Дон – это казачество в первую очередь. День города и баста. Ростов-на-Дону погулял культурно и спортивно. Сейчас ростовчане говорят, приезжаем в московские кабинеты, ну мало ли, гранты какие-то, кредиты получать. На нас смотрят не как в общем ряду, а ростовчане, заходите первыми. Донская усадьба огурцов и помидоров. В Тарасовском районе заложен крупнейший в области тепличный комплекс. Все должны взять обоюдные обязательства. Например, сюда, очевидно, требуется дорога. Значит, нам нужно будет строить дорогу, Минтранс такое поручение уже имеет. Крылья Совета влетают ниже Ростова. Свои победные голы наши футболисты забили головой. Шли в игру и достаточно уверенно сыграли. Хорошо, что начали с победы в новом составе. Главный трофей сезона разыгран на ростовском ипподроме. Жокеи и лучшие лошади-полукровки боролись за кубок губернатора. Призы в этом году можно было получить и от пяти районов области. Они стали спонсорами нескольких скачек. Резван Хатков уверяет, может подружиться с любой лошадью. С сегодняшним партнером познакомился всего за несколько часов до скачек. Выполнил инструкции тренера, добавил природные смекалки. И забрал приз песчанокопского района. Волнуешься перед скачками чуть-чуть. А так по скачке не до этого, не до волнения. Думаешь, там каждую долю секунды, что нельзя проигрывать ни в долю секунды вообще. Надо все быстро соображать. Пятая скачка самая долгожданная. Разыгрывается традиционный кубок губернатора. В этом году призовой фонд впервые увеличили до полумиллиона рублей. На долю секунды обогнала соперников кобыла Азбука, за что и получила корзину с овощами. Губернатор отмечает, сейчас на Дону возрождается культ лошади. Только в Ростове и ближайших районах работают 20 конных клубов. Находясь рядом с лошадью, буквально несколько минут я точно получаю заряд. Это очень хорошее, еще раз повторюсь, животное, которое дает возможность себя очень хорошо чувствовать. Оставаться всегда оптимистом. Огромное внимание уделяют и коневодству. Региональные породы Донская и Буденовская неоднократно побеждали на международных соревнованиях. Был недавно конный забег, посвященный юбилею, 200-летию Первой Отечественной войны. И наши лошади дошли до Берли, причем дошли героически, до Парижа дошли. Кстати, по рассказам, парижане просто не верили, что лошади прошли больше трех тысяч километров. Европейцы были восхищены необычной породой, так что региональные скачки далеко не предел для местных лошадей. Юлия Карасюк, Станислав Оменко, Надону. День земляков впервые отпраздновали Надону. По инициативе губернатора теперь он будет отмечаться во вторую субботу сентября. На родину приехали выдающиеся ростовчане, военные ученые, олимпийцы и актеры. И стали почетными гостями на открытии культурно-выставочного центра «Донская казачья гвардия». Шашки казачат бутафорские. Настоящее оружие прославленной казачьей гвардии в залах нового музея. Наши предки служили государю, служили государству и народу своему. И во все времена они показывали образцы такого служения. И в этом центре вы видите некоторые элементы, которые представляют различные казачьи объединения. Письма и документы, мундиры и снаряжение трех казачьих частей, входивших в ряды Российской императорской гвардии, широкой публике представлены впервые. Эти предметы хранились в частных коллекциях, они собирались около 30 лет, мной и моими коллегами. Часть этих предметов получена нами из музея лейб-гвардии казачьего полка во Франции. О полковнике лейб-гвардии Ване Ефремове рассказывает гостям директор музея, можно фильм снимать. Его казаки фактически изменили ход войны 12-го года. Отбили атаку французов от холма, на котором находился император Александр I. На таких примерах доблести и нужно воспитывать новое поколение, считает наш земляк, актер Георгий Мартиросян. Молодежь должна знать вот эту великую историю казачества, хотя бы, то есть, дон это казачество в первую очередь. Выдающихся земляков, приехавших на родину дать старт новому празднику, со сцены музтеатра благодарит губернатор. В зале немало известных лиц. Вот олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова. Через два кресла Владимир Зотов, глава землячества ростовчан. В Москве оно самое многочисленное. Хочу заверить вас, Василий Георгиевич, о вашем лице всех наших лет, чтобы все сделать, зависящее от нас, чтобы приблизить, как больше, как можно ближе Ростов в Москве. Завершил встречу земляков Дона концерт казачьего хора Квасова. Его репертуар нынешние жители столицы знают наизусть. Мария Индрикова, Станислав Поменко, Надану. Для многих земляков, давно не бывавших в Донской столице, открытием стала обновленная набережная. Гуляя, гости много фотографировались и делились приятными впечатлениями. Когда ехали по городу, просто очень много, очень много красивого. Ну, вообще, он солнечный всегда был в Ростове. И так как он принимает, это всегда радостно. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы нас привечаете. Здесь мои корни, меня тянет. Здесь мой родной комитет по молодежной политике, моя молодежь, которую я создавала. Вот это чувство добра, неиссякаемой энергии, умение подарить сказку, это присуще нашему региону. Я очень горда. После мероприятий в Ростове гости-земляки разъехались по городам и районам, в которых провели свое детство. Прийти на выборы призывают творчески. Подведены итоги конкурса социальной рекламы «Голос поколения», организованного обл. избиркомом. В этом году конкурс впервые вышел за пределы Ростовской области. Больше сотни молодых авторов из шести регионов страны соревновались в номинациях «Лучший социальный видеоролик», «Проект» и «Плакат». Чтобы молодые избиратели больше получили информации о выборах, об избирательном процессе, чтобы они активнее участвовали в общественно-политической жизни. Самыми активными были дизайнеры плакатов. Они призывали отнестись к выборам с головой, привлекали оформлением из компьютерных игр, забавными животными и напоминали о важности каждого голоса. Например, как тут, не продуй выборы. Дует вентилятор и не продуй его, только было время идти на выборы. Это посылка к тому, что как только пойти на выборы, нужно собраться и себя как посылку доставить на избирательный участок, там оставить свой голос. Таганрожец Виталий Гаврилов победил в плакатной номинации, представив полноценный проект «15 работ в игровой форме». Ростов-на-Дону. Донской столице 267. На несколько дней город превратился в одну большую сцену, спортивную площадку и экспозицию. Таганрожец Виталий Гаврилов, Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону. Впервые Ростов-город отмечает день рождения с официальным гимном. Он звучит на всю Садовую со ступенями из театра. Гимн Ростов-город Ростов-Дон я знаю с прошлого года, ну полностью знаю с прошлого года. Как бы куплет я знала класса с третьего, а вот как раз все куплеты я выучила в прошлом году. В квартале, где начинался Ростов, вспомнили и Петра Первого, который обратил внимание на эти места в низовьях Дона. И 1749 год, когда пришла грамота Елизаветы Петровны об учреждении здесь таможней. Ростов стремительно меняет облик, и только фотографии помогут потомкам увидеть, каким он был в 2016-м. Лучшие работы фотоконкурса «Новый Ростов» выставили в Покровском сквере. Я гуляла по Ростову, у меня с собой был телефон, и просто я увидела небо, увидела здание и поняла, что я должна это сфотографировать. Гуляют по праздничному Ростову и гости из городов-побратимов. С греческим городом Волос Донская столица дружит уже 60 лет. Я тоже хочу поздравить город с днем рождения его, поздравить всех ростовчан, чтобы они все были счастливы, здоровы, и чтобы всегда они помнили, что греки именно Волоса всегда рядом с ними и их друзья. На традиционном празднике Ростов многонациональный, всегда шумно и весело. Каждая диаспора старается сохранить национальный колорит в шутках, песнях и застольях. А набережная на целый день превратилась в спортивную площадку. Впервые здесь устроили фестиваль Ростов-Олимпийский. А на Дону была и парусная регата, и парад крейсерских яхт представили такой экстремальный вид спорта, как флайборд. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, «На Дону». Рэпер Баста станет четвертым ростовским послом чемпионата мира по футболу. Вячеслав Вакуленко присоединился к Виктории Лопыревой, Вартаресу Самургашеву и Дмитрию Деброву, который и объявил об этом на театральной площади. Мы ростовчане. Я сделал все от меня зависящее, то, что мог, чтобы Ростов не был в синонимическом ряду с другими городами. Но кое-что удалось. Сейчас ростовчане говорят, приезжаем в московские кабинеты, ну мало ли, гранты какие-то, кредиты получать. На нас смотрят не как в общем ряду, а ростовчане, заходите первыми. Моя игра, моя игра, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, моя игра, здесь пару ладей, и все родные. Своей игрой для донской столицы стал гандбол. На сцену вышли игроки Ростов-Дона, в том числе шесть олимпийских чемпионок. Человек, чью фамилию сейчас мы с вами искупаем в аплодисментах, названа MVP – Most Valuable Professional. Речь идет о лучшем спортсмене Олимпиады в Рио – Аня Вахеневая. Глава региона поздравил гандболисток с золотом Олимпиады и победами в чемпионате страны. А всех ростовчан еще и с новым праздником – Днем земляков. Дорогие друзья, хочу вам сказать спасибо за то, что мы делаем вместе. Но впереди у нас с вами еще много интересных, классных дел. И это очень важно, очень важно, чтобы мы были вместе. Ура Ростову! Ура! Заслуженные ростовчане получили ко дню города награды и памятные медали. Сергей Горбань поздравил тех, кто делает город лучше. В этот день мы особенно остро понимаем, что история города пишется каждый день и каждым из вас. Сегодня в Ростове строятся новые школы, детские сады, новое жилье для ростовчан. Тонские предприятия показывают хорошие результаты. Среди награжденных герои России – директора школ, скульпторы, сварщики, есть и водитель трамвая. Радиостанция «ФМ-на-Дону» устроила в День города концерт наших в эфире. Донские авторы и исполнители пели на набережной о Ростове и Казаках. А в парке Горького провели праздничную призовую акцию. Ребята, фотографируйтесь в эфире нашей радиостанции. Радиоведущие «ФМ-на-Дону» вышли в народ. В День города они предлагали ростовчанам выиграть два радиоприемника. Чтобы стать ретендентом, нужно было сфотографироваться в рамке и разместить фото в соцсетях с хэштегом «ФМ-на-Дону». Победители определяют по количеству лайков. Понимаете, такая радиостанция, ну один раз послушал, уже невозможно оторваться. Потому что такая музыка, где можно услышать ростовскую музыку, музыку ростовских авторов? Только у нас. Послушали, уже не оторвутся. Где можно ток-шоу? Ток-шоу на радио. Где это? Это «ФМ-на-Дону». В розыгрыше принимает участие и автор песни «Левый берег Дона» Иван Кононов. Для этого он специально приехал из Москвы и вспомнил, как жил на Шоумяна и гулял по центральным улицам Ростова от ЖД вокзала до площади Карла Маркса. «Когда мы уехали, то я безумно тосковал, скучал, вспоминал. И все это вылилось вот в эти строчки. Песня эта случилась как бы под судьбой. Дано было мне, что это стало песней. Я ее спел там на три аккорда под гитару». А вечером на городской набережной «Левый берег Дона» завершил праздничный концерт. В нем выступили восемь авторов-исполнителей из Ростова и области. Все они участники проекта «Наши» в эфире на радио «ФМ-на-Дону». Екатерина Лободина, Сергей Вишняков, Андрей Токарев. «На-Дону». Свежие овощи круглый год. В Тарасовском районе построят крупнейший в регионе тепличный комплекс. Первый камень в основании Донской усадьбы заложил губернатор. Более 11 тысяч тонн огурцов и помидоров в год планируют выращивать в теплицах хутора «Красновка». Пока на 19 гектарах чистое поле, но строительная техника уже на месте. Работу прерывают только на время торжественной церемонии. Торопятся. Первый урожай надеются собрать уже следующей осенью. Производить мы собираемся и огурцы, и томаты защищенного грунта. Причем в полном годовом цикле. То есть у нас будет досветка искусственная. Поэтому и зимой, и летом мы будем производить вне зависимости от погоды, от климата и от всего прочего. По объемам производства это самый крупный тепличный комбинат в 2017 году будет запущен. Выращивать обещают только проверенные и самые вкусные сорта. Обойдется проект инвестору в 5 миллиардов рублей. Трудиться в теплицах будут 350 человек. Вообще мы очень рады начавшейся такому великому для нашей маленькой родины событию. У нас очень много людей, которые нуждаются в работе. О перспективах комплекса «Донская усадьба» и тепличного хозяйства региона в целом продолжают говорить на совещании. Задача полностью обеспечить Дон овощами собственного производства. Инвестпроектам этого направления повышенное внимание. Так, комплекс в хуторе Красновка из губернаторской сотни. Работать над ним будут совместно инвестор, муниципальные и региональные власти. Все должны взять обоюдные обязательства. Например, сюда, очевидно, требуется дорога. Значит, нам нужно будет строить дорогу. Минтранс такое поручение уже имеет. Выносить в 2017 год в проект этот объект. Нам нужно будет строить жилье. Тепличный комплекс Тарасовского района – не единственный подобный проект. Выращивать овощи и ягоды планируют в Октябрьском районе. Стоимость комплекса оценивают в 2,5 миллиарда рублей. Виктория Щетинина, Станислав Фоменко, «Надону». 20 медалей завоевали домские спортсмены на всероссийских соревнованиях по программе Паралимпиады. В Москве атлетов наградили министр спорта страны Виталий Мутко и президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. А победителей и призеров Олимпиады в Рио поздравил губернатор. Олимпийцы и их тренеры получили областные награды и денежные премии. Ростовчане завоевали 9 олимпийских наград, 7 золотых и 2 серебряные. Это лучшее достижение спортсменов в Ростовской области на Олимпийских играх, начиная с дебюта. А первый раз наши ростовчане дебютировали в 1952 году. Наград могло быть и больше, но из 25 донских спортсменов к играм в Бразилии допустили только 16. То, что ты серебряный в Рио олимпийских играх, это, наверное, еще приходит. Знаете, еще ты не полностью осознаешь, что ты принес стране, что ты завоевал такую медаль. А такие вот собрания, чествования олимпийцев, спортсменов, это действительно очень приятно. Приняв участие в соревнованиях по 9 видам спорта, донские спортсмены взяли медали в 4-х. Гандболе, теквандо, спортивной гимнастике и синхронном плавании. Начальник Донской полиции Андрей Ларионов вручил футбольному Ростову переходящий кубок вместе с командой. Почти 40 лет он вручается за высокий уровень организации футбольных матчей. Главный критерий – взаимодействие полицейских, команды и болельщиков в обеспечении общественного порядка. По итогам прошлого сезона Ростов его болельщики стали самыми достойными. О других событиях в области – сообщение с мест. Убирать улицы Волгодонска будет новая коммунальная техника. Вообще-то город получил деньги – почти 200 миллионов рублей – на общественный транспорт. Но потратили всего 105 и оставшиеся направили на уборку. Я думаю, что горожане достаточно быстро заметят не только присутствие этой техники, но и качественное изменение состояния городских улиц. Таких пылесосов купили 4. Плюс 2 самосвала и машину для прочистки ливневой канализации. Всего город закупит 17 единиц коммунальной техники. Это будет 4 пылесоса «Вихрь», которые будут убирать не только большие дороги, но это будут и придомовые территории убирать. Это будут поливальные машины, которые будут разбрасывать песко-соляную смесь зимой. В детскую горбольницу Новочеркасска приехала министр здравоохранения. Татьяна Быковская проверила оснащенные самым современным оборудованием палаты отделения патологии новорожденных. Строители хорошо все-таки работают, да, и мы с вами видим, мы прошли с вами, посмотрели год был 2 сентября, как мы сдали первую очередь. Мы, конечно же, сохраняем, я имею в виду медицинских работников, да, но в то же время, если бы там было сделано некачественно, то мы бы видели с вами другой результат. В основном корпусе стационара монтируют оборудование и завозят мебель. Осталось купить оснащение для операционных и лечебных кабинетов. Полностью здание будет готово к началу декабря. Сальский боксер Гасан Гимбатов выиграл чемпионат ЮФО по боксу. Спортсмен не выходил на ринг 7 месяцев и перед первым боем в полуфинале с таганрожцем Андреем Скворцовым переживал как новичок. У меня не получалось ничего, ну, то, что я хотел делать. Поэтому, я думаю, то, что мне не получалось, это волнение, мне запомнилось, как первый бой, как будто, знаете, я боксирую. В финале Гасан победил Сергея Мальцева из Краснодара, призера первенства России среди юниоров. Победители турнира выступят на чемпионате России в ноябре. Спорт на Дону. Ян Лесли снова встретился с Евгением Трифиловым, но сменилась вывеска противостояния. Тренер, приведший сборную к олимпийской победе, а Астраханочку к чемпионству, теперь руководит Кубанью. С Трифиловым в Краснодар переехали пять олимпийских чемпионок, так что матчи Кубань-Ростов-Дон в этом сезоне обещают стать золотыми. Первый раунд оказался за нами. Ростовчанки стали открываться с середины первого тайма. К перерыву плюс четыре. Получив стряску в раздевалке, Кубань сокращает отставание до одного мяча. Но наши девушки забивают три гола подряд и больше на опасную близость соперниц не подпускают. В итоге уверенная победа 34-27. На счету Анны Вяхеревой – гроссмейстерская десятка мячей. Теперь чемпионат России наконец-то приедет в Ростов-на-Дону. В среду, 14 сентября – первый домашний матч сезона с клубом «Уфа Алиса». Футбольный Ростов одержал первую победу с новым главным тренером. Под руководством Ивана Данильянца наш клуб перелетал крылья советов. Оба гола ростовчане забили со второго этажа. В матче с крылышками тренерский штаб Ростова бросил в бой сразу четверых новобранцев. Папагуе, Припелица, Мевля и Никиту Медведева. 22-летний вратарь впервые в сезоне занял место в рамке. Ему-то на старте пришлось очень тяжко. Волжане с первых минут обрушили шквалатак на ворота Данчан. Дальние удары и опасные забросы в штрафную пока результата не приносят. Молодой ростовский кипер при помощи защиты с честью отстаивает свои владения. Я думаю, что получилось все достаточно неплохо. Новые футболисты хорошо вошли в игру и достаточно уверенно сыграли. Хорошо, что начали с победы в новом составе. В очередной раз сработало футбольное правило. Не забиваешь ты, забивают тебе. Дмитрий Полос навесил с фланга и Александр Бухаров головой вонзил мяч в сетку вражеских ворот. Во втором тайме, не разобравшись с собственной штрафной после подачи углового, Александр Ерохин срезает мяч в собственные ворота. 1-1. Но уже через пять минут свое слово сказал новичок желто-синих Андрей Припелице. Выиграв борьбу в чужой штрафной, румынский полузащитник выпрыгивает выше всех. 2-1. До финального свистка цифры на табло не изменились. Это была тяжелая игра. Это можно было для всех наших мячков назвать боевым крещением, в котором ребятам удалось проявить характер, выставить до конца и в тяжелом матче одержать победу. Теперь наша команда вступает в борьбу в Лиге чемпионов. Завтра в Мюнхене Ростов сыграет с Баварией. Роман Саганов, Тагир Фатахов. На Дону. Завтра на Дону день Ростовской области. Региону исполняется 79 лет. На сегодня это все новости. В студии была Галина Горлова. До встречи на Дону. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова